Приветствую вас, мои замечательные зрители. Сейчас я бы хотел продолжить ранее начатую тему и порассуждать о том, существуют ли на самом деле христиане. Я держу в руках и в Англии, Новый Завет, который помогает идентифицировать христиан и установить, являются ли люди, называющие себя христианами, Иисус призывает своих последователей не противиться злому. Кто ударит тебя по правой щеке, подставь ему левую. Встречали ли вы таких людей, которые были бы такими непротивленцами, которые бы всё прощали? Кстати, это следующая заповедь. «Прощайте до семи ж до семидесяти раз». Я боюсь, что таких людей не существует. Христиане не только не умеют прощать, и не только не хотят, но и не хотят подставлять вторую щёку. Более того, они пользуются любой возможностью, чтобы обидеться, чтобы продемонстрировать свои обиды, своё недовольство и в некотором роде свою ущербность. Потому что, ну, обижаются, как правило, люди в чём-то ограниченные и чем-то ушибленные, чем-то обделённые. И чтобы вот так вот подставить левую щёку, нет, этого не дождёшься. Из этой заповеди вытекает другая. «Любите врагов ваших, благословляйте ненавидящих вас». Слушайте, ну, христиане, как правило... Ну, христиане — это обычные люди, такие же мальчики и девочки, у которых масса слабостей. Почему они себя называют христианами? Мне кажется, что это естественное стремление человека быть лучше, чем он есть на самом деле. и забота о собственном имидже. То есть, вот, я христианин, значит, я лучше других. И вот, к сожалению, этот имидж порой, но не соответствует реальности. Возлюбить врагов? Боже мой! Ну, знаете, дьявол тоже ведь враг, да? И, в принципе, тогда христиане должны любить дьявола. И быть сатанистами. Но, то есть, принимать зло. Вообще, конечно, вот эти заповеди, они свидетельствуют о некоем нравственном релятивизме. Потому что принимать зло, благословлять ненавидящих, любить врагов. Здесь стираются, ну, некие очень важные представления о добре и зле. Так же, как и вот эта заповедь, не суди, да не судим будешь. Человек оказывается... Да, я думаю, что здесь Иисус Христос предвосхитил, там, Эйнштейна. Потому что вот для Иисуса всё действительно относительно. Относительно добро, относительно зло. И нужно принимать всё. И благословлять всё. И не сопротивляться ничему. Поразительно. Благословляйте ненавидящих вас. Молитесь за обижающих и гонящих вас. Есть в этом что-то невероятное. Что-то совершенно противоречащее человеческой природе. Противоречащее доэлементарным инстинктам. Потому что, как бы, страх – это необходимая составляющая эволюции. Потому что необходимая составляющая возможности выживания. То есть, любить врагов, то есть, не видеть опасности. Принимать врагов такими, какие они есть, молиться за них. Тогда при чём здесь наказание? Тогда при чём здесь грех? Тогда при чём здесь ад и рай? Тогда, получается, всего этого не существует. То есть, оставлять преступление без наказания. К чему может привести эта безнаказанность? Возможно ли такое? Мне кажется, что очень многие злые, плохие вещи не совершаются именно из боязни наказания. И здесь христианство совершенно не поддерживает вот это мнение. То есть, оно отрицает наказание за преступление совершённое. Христианство призывает прощать, любить, благословлять, молиться за преступников, за тех людей, которые посягают на их свободы, на их права. И, то есть, по сути, христианство поощряет безнаказанность. Поощряет абсолютную власть. Кстати, ещё одна идея христианства, что нет власти не от Бога. По сути, это огромный карт-бланш авторитарной власти, тоталитарным режимом, которым христиане не будут сопротивляться и за которые они будут молиться. Это очень выгодная позиция для власти, прежде всего. Вот почему, кстати говоря, в авторитарных странах так популярна религия в качестве государственной идеологии. Потому что она учит людей подчиняться, не сопротивляться. Она учит людей покорности. И, соответственно, в таких государствах вырастает, как на дрожжях, авторитарный режим. И власть теряет адекватность. То есть, вместо политики сдержек и противовесов устанавливается политика господства власти над всеми остальными. Христианство действительно очень хороший политический инструмент, потому что даже в основе христианства заложена идея подчинения. Что довольно-таки негативно, я считаю, отражается на социуме. Христианство очень много говорит о семейных отношениях, о браке. Оно пытается регламентировать эти отношения. И получается это довольно-таки анекдотично, смешно. И люди, которые считают себя христианами и отвечают за некое пастырское служение, они вынуждены как-то с этим иметь дело, с этими словами Иисуса, и как-то интерпретировать их в пользу жизни, просто в пользу жизни. Потому что, что говорил Иисус, ну, для многих это звучит как приговор. Вот пример. Кто женится на разведенной, тот прелюбодействует с нею. А прелюбодеяние, как известно, это грех. Это большой грех. То есть, по сути, у всех разведенных женщин, если они хотят быть христианками, исключается возможность вступления в повторный брак. Потому что, в соответствии со словами Иисуса, таким образом они будут прелюбодействовать. Как с этим быть? Как разрешить это противоречие? То есть, вместо того, чтобы вообще не обращать на это внимание и жить обычной жизнью, люди вынуждены как-то иметь с этим дело и исхитряться, обходить это всё, или, точнее сказать, исхитряться, адаптироваться к этому. И вот такие заповеди тоже, вместо довольно-таки прозрачных, понятных, у людей вырабатывают, ну, некое хитроумие, да? Некое стремление идти на сделку с совестью. То есть, опять же, опять же, моральный аспект. Люди вынуждены на что-то закрывать глаза, отрицать что-то и избирательно относиться к евангельским проповедям, заповедям, потому что по сути им невозможно следовать. Они очень далеки от жизни, они противоречат жизни. И вреда от них гораздо больше, чем пользы, если им следовать. Евангелие пишет о том, что необходимо поститься и при этом не унывать, как лицемеры, которые принимают на себя мрачные лица. Но попробуйте несколько дней не поесть, и как вы себя будете чувствовать, когда у вас не будет энергии, когда вы будете выкачаны, когда возможно какие-то галлюцинации уже начнутся. Явно не до смеха. И как же здесь не унывать. Вспомните, например, роман Кнута Гамсуна «Голод», где он описывает вот эти стадии голода своего. это довольно-таки депрессивное чтение. И ничего радостного и весёлого в этом нет. Да и вообще, как можно радоваться от того, что ты голодаешь, от того, что ты недоедаешь, от того, что в организм не поступают необходимые там витамины, минеральные вещества и так далее. то есть всё то, что поддерживает жизнь. Евангелие это довольно-таки интересное чтение. Это некая провокация, благодаря которой мы можем поразмышлять, задуматься о каких-то важных вещах. это довольно-таки парадоксальное учение и в этом его, я думаю, долговечность, преимущество и притягательная сила. Такая же, как для Востока дзамбуддистские коаны, так и для европейцев. учения Иисуса Христа.